всем здравия я роман головин сегодня хотел поговорить о типах питания сегодня очень много в интернете существует различных людей и это нормально я такой был когда-то когда вы видите различных сгорелых людей которые живут в разных экзотических странах вот которые не обременны семьей вот живут на пляже там занимается серфингом йогой там так далее бьются в грудь там и настоящий сыроеда там такие люди как там роман головин там и другие изюмы там еще кто-то там уже давно не сыроеды и пальцы друг на друга показывают я самый крутой там от он там такой плохой там он там тряпка там еще что он не выдержал так далее хочу вам одну вещь сказать когда люди рассматривают сыроедение или фрукторианство или проноедение просто как тип питания и они думают что они проживут 250 лет этого не будет то что они перешли на этот тип питания да это классно здорово но они такие же злобные агрессивные и гордятся стучат себя в грудь там хвастаются этим что вот они смогли там они такие крутые пупы земли там все остальные нелюди так далее то есть это присутствует в этих людей я сам через это проходила я старался держать это все в себе я прекрасно понимал что люди которые быстро перешли у них психологические проблемы вот я например да там честно скажу я в россию переезжал и честно сказал я задался целью откатиться на веганство потому что у меня большие нагрузки психологически как бы да я просто это все не выдержу и меня иногда не было возможности даже просто дойти до рынка какого-то и купить фрукты очень иногда приходилось по два по три дня сидеть дома и просто заниматься экстрем какими-то делами где-то ездить и удавалось поесть там где-то может соскочить какой-то веганский ресторанчик что-то такое веганское поесть но там нет ни фруктов ни овощей и так далее шансов ноль было просто на естественно когда ты приезжаешь в цивилизацию большой город ты очень сильно загружен ограничен по времени естественно тебе надо свою жизнь налаживать и принципиально и сознательно идешь на это опять же я никогда не говорил что я не вернусь на это питание и обязательно буду советом может быть даже фрукториансом то есть опять же всему свое время и многим своим клиентам мы говорим с анастасией что ребята вы рано перешли на откатиться обратно иначе вы себя будет чувствовать не очень хорошо и у вас будут проблемы со здоровьем через какое-то время организм очень долго может терпеть я встречал очень много серьезных людей на своем пути людей которые духовно развиваются и они праноеды и даже есть встречаются и сыроеды не подходят не тот и другой тип питания они всего лишь гиганты вы скажете почему он про наедность ты говоришь ему веган да потому что организм человек очень долго может терпеть то есть он постепенно разрушается это может быть происходить гадали то есть конкретно гадами может два и три года 45 лет терпеть а потом даже восемь лет насколько просто человек далек от такого типа питания есть вообще люди которым все едами должны быть вот и у них не прописано ничего если человек начинает так питаться не будут проблемы я видел нескольких человек у меня на памяти который ко мне обращались эти люди умерли потому что они очень быстро пришли на такой тип питания рассмотрелись различных роликов вот сыроедами им казалось что вот они такие здоровые да там во первых когда человек не бремен не кармами жизненными уроками не семьей живет тепличных условиях это очень легко сделать я тоже раньше это не понимал когда только-только начинал сыроедить в жаркой стране жил где в магазине каждые два часа меняются свежие фрукты и овощи то есть там круглый год они есть два урожая вот ты приходишь и все покупаешься с копейки конечно но все равно это все доступно тогда когда-то приезжая в северный климат как бы да где все в три раза дороже стоит и где все не свежие где хранится все на складах это когда начинаешь есть ты понимаешь не протянешь как бы да то есть семья не выдержит и не выдерживаешь и у тебя другая мотивация в данный момент таких людей еще много я их не осуждаю я всегда говорю ребят вы должны определиться переходите на такой тип питания должен быть длительным каждому свой кого-то три года к 4 по 5 у кого-то даже 6 лет если есть заболевание то как правило тоже удлиняется перехода после этого у вас будет стабильная жизнь растительная вегетарианская сыроедческая и вас не будет никаких проблем я об этом очень очень много говорил но большинство людей которые смотрят мой канал естественная мы ушли в сторону духовного развития питания но что дает особенно тем людям которые пытаются там кого-то подковырнуть да вот он там не выдержал там еще что-то там да туда выдержал тут не выдержал кажется проблем я всегда ребята не надо на меня смотреть какая у меня жизнь потому что я не являюсь эталоном который там спит там по пять по шесть часов да то может и меньше иногда и устает и какие-то вопросы решает который переехал другую страну там резко надо какие-то свои финансовые вопросы решить наладить свою жизнь там и тогда и когда все-все-все сразу вместе и очень много всего то что я говорю я сам не всегда делаю потому что меня тоже не хватает времени обычный человек земной то я живу на этой планете я тоже хочу каких-то удобств например дома дай мне я об этом не скрываю ничего такого я сверхъестественных ученики банки мерседес мне не нужны вот естественно я тоже адекватно смотрю на разные вещи как бы да и есть приоритеты в жизни естественно кто-то в жизни много зарабатывал работал там да сейчас он удается духовное развитие кто-то наоборот например да больше духовно развивался там был обделен финансово сейчас он понял как зарабатывать надо научился зарабатывать окунулся финансы начинают больше зарабатывать я всегда призываю надо иметь золотую середину не забывать и о развитии своему духовному и о зарабатывании конечно сложно когда дети семья там какие-то родственники на шее висят и так далее какие-то сложные проблемы надо периодически решать тут еще и духовное развитие да надо стараться ну как-то дожертвовать там либо друзьями там либо общением с кем-то в интернете телевизором развиваться больше развивать свою семью детей да это вот ваши уроки развития а без этого никак а хочется да ну вот у вас так нагрузили смотрят выдержать его или не выдержите то есть это нормально вот и только лишь переход на какой-то тип питания и бить себя в грудь и включать да я там выдержал там мы все не выдержали это не является вообще ничем то есть это пустота то есть духовное развитие это самое главное питание это уже каком двадцатом месте находится она просто поддержит ваш организм в идеальном состоянии то есть ваш организм да он должен работать на определенном виде топлива на определенном виде энергии и вас она в программе прописаны когда вы к нам обращаетесь мы говорим вот у вас какой-то тип питания и когда человек переходит на эти питание у него организм работает идеально просто ему легче медитировать и духовно развиваться все это только нужно для того чтобы было легче духовно развиваться а не хвастаться всем хани вот я старает час это все модно все дела и так далее быть загорелым сыроедом там кричать грудь вот он не сыроед и это уже не страниц тот не стоит ты сам сначала дойди до этого уровня посидели 6 7 8 этом питание заведи себя семью когда полюбишь какую-то девушку который очень сильно понравится и вдруг она будет мясоеда и у тебя в голове что-то перевернется она не хочет быть веган почему-то посмотрим сколько долго выдержит она когда родятся дети она скажет я буду их мясом кормить ты кто такой вообще тогда я на этих людей потом посмотрю я всегда говорю мне были такие клиенты которые мне не верили этом говорил когда вы один когда вы живете экзотической стране путешествуете тогда либо у вас девушка это поддерживает тоже вместе с вами живет этого экзотической стране это хорошо что у нас поддержки большинство людей не такие которые живут северной стране у людей какие-то про это очень сложно сделать и финансы не позволяют и не позволяет просто психологический статус и дети есть и родственники которые так висят над вами и все вместе живут естественно это очень сложно сделать я вас прекрасно понимаю сам через это все прошел не один раз и постоянно такие люди обращаются когда я начинаю объяснять кто-то понимает кто-то мнение я выдержу я выдержу буквально через два-три месяца пишет ром я не выдерживаю и кто-то просит даже сыровей 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 день в программе прописано кто-то просит перепишите мне на фрукторианство или на еще какой-то тип питания потом человек то есть пишет я не выдерживаю также как я себя также думал пытался что вот я сейчас буду фрукторианцем приеду в россии на фрукты же прописался руну потому что на фруктах находишься хуй я худею лично на там то есть с моим ростом то есть когда совсем худой становишь кости широкие как бы все торчит некрасиво как бы совсем уже становишься кем на ранних видео это прекрасно видно и когда эту руну прописал естественно все в порядке стало потом я вдруг понял что я не смогу какое-то время находиться на фруктах естественно я делайте более массивную чтобы ты не ел и все равно начинаешь пухнуть и чтобы вернуть в обратное состояние требуется не один год вот не так просто прописать руну а потом сказать ребята давайте все обратно то есть это в два раза дольше время занимает или по 5 на фрукторианство переходить оставаться либо правда удалять эту руну то занимает какое-то время потом ты в норму приходишь эксперимент четырех человек посадили будут есть одно и то же много времени один будет худой другой будет обычный нормального телосложения 3 будет пухленький 4 будет просто плотным очень плотно то есть это так прописано в программе то есть от это уже никуда не уйдешь не потому что там что-то сбой гормональный какой хотели может быть сбой гормональный специально так прописан что у нее был гормональный сбой на физическом плане поэтому тип питания он очень важен для понимания почему кто-то может кто-то не может кто-то тормозит в развитии данным самого питания правильно но нажмем только для того чтобы легче было медитировать да вот я себе могу сравнить я когда медитировал фрукторианцам был идеально прям медитируется быстро все видишь чувствуешь вот быстро достигаешь результатов медитации среди нет если чистая среди тоже очень классно когда начинаешь добавлять иногда там до вареные то есть в момент когда съел варенки ты понимаешь что раз там и голова такая стала немножко мутная плотная когда ты являешься сыроедом периодически где-то забегаешь это забегаловки и съедаешь там там того же риса вареного например да где-то с овощами вареными и вот даже вот этот рис он тебя просто прибивает как будто съел кусок мяса там раз там уже такой в прострации в какой-то находишься и резко когда поступает в организм вареная еда организм жиротой кому тяжеловато то есть ему надо больше энергии затратить чтобы все это переварить и если ты периодически в таком состоянии медитируешь очень тяжело сконцентрироваться мысли куда-то бегают разные стороны когда человек веган это очень ощущается если брать веган я говорю да то человеку сложнее гораздо сконцентрироваться то есть чем ближе к всеедению до человек отходит обратно тем гораздо сложнее сконцентрироваться то есть такие слеты начинаются обжорство соскоки сыроедения и человек ощущает кто-то наоборот хотел почувствовать да как я говорил был сыроедом откатился отошел обратно и чтобы сравнить эти ощущения чтобы человек в дальнейшем скажем так было чем сравнить кто-то эксперимент сделал кто-то просто себя оговаривать типа вот я не смог соскочил потом вроде бы себе начинают оправдывать да нет я хотел почувствовать там не надо себя оправдывать ничего страшного да как или срыв какой-то произошел опять же говорю кто очень быстро перешел на такой тип питания то есть у таких людей естественно будут определенные проблемы да из медитации с со здоровьем психологические какие-то состояния до неадекватность агрессивность то есть опять же все должно быть медленно переход туда в обратную сторону резкого ничего не должно быть я об этом всегда говорю я думаю что информация многих побудит и задумаетесь и может быть пересмотрите свое отношение к питанию к таким резким сыроедом каким-то учителям которые пытаются быть лучше других даже выделиться сегодня да я только я давайте вот смотрите моё загорелое тело там и когда человек потом 20 там 25-30 лет и он там красиво говорит машет руками с него хлещет энергия со всех сторон да там он эмоционально он привлекателен естественно он завлекает многие люди на это клюют как бы да там красивое видео там человек хорошо говорит там приводят какие-то красивые моменты из других видео да там кто-то кого-то обливает грязью вот этот вот не выдержал все там с ним уже не интересно человек даже не понимая что я говорю например дали еще кто-то что-то говорит и таких людей слушать всегда не интересно как и они поверхностно дают информацию не понимаю вообще смысла среди не зачем это делать надо да там зачем ты поехал в тайланд тебе он не подходит вообще по программе вот занимаешься не своей работой там да зато учишь людей как правильно питаться то есть многие люди они очень сильно запутались и нужна помощь когда естественно если помощь не оказать то человек все равно рано или поздно соскочится это питание просто потом будет уйдет в сторону и видео куда-то уйдут многие люди как они же кричали там я сырое царя потом раз исчезли им стыдно стало надо уметь со своими подписчиками разговаривать тогда почему ты это сделал почему у тебя в жизни это происходит и когда люди понимают что такое же каковы я на первом себе не считаю гуру учителем супер специалистом каким-то там да я может чуть больше знаю там на чуть больше раза чем другие но я иду в общем русле развития с вами вас поддерживаю и если что-то там у меня не получается там ничего страшного мои жизненные уроки их прохожу там какие-то быстрее прохожу какие-то медленнее прохожу для меня это нормально поэтому интересно даже иногда становится выдержишь не выдержишь там да и казалось бы вот вроде бы все нормально все стабильно бас а еще какой-то жизненный урок подбрасывает учителям еще 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 вот и многие вещи они до связаны с питанием потому что человек не может большинство людей на земле находиться без питания и хочет на вкусненько поесть и соблазнов очень много когда в семье тебе не поддерживают естественно очень сложно это сделать пишите свои комментарии под видео поддерживайте других людей свои примеры приводить и вот задавайте вопросы по мере возможности будем отвечать всего вам самого доброго удачи смотрите мои видео всем пока